библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава книги левит читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет болезни кожные заразные болезни которые называются словом проказа в этой книге но потому что у нас нет такого единого слова кожная заразная болезнь слишком длинна хотя это вряд для проказа в медицинском смысле так называют очень тяжелую кожную болезнь занесена в средиземноморский ареал позднее из индии но речь идет про то как люди заболевают этим всем а если они выздоравливают но от проказа тогда кстати выздоровления не было бы потому что эта болезнь излечивается только современной медициной значит речь идет просто про какие-то кожные заболевания там типа фурункулеза до которые могут пройти и сами и что делать вот долго и подробно мы читали как человек объявляют нечистым а ведь чтобы объявить его чистым это не просто так это не справку выдать потому что в этом в этой картине мира есть священное есть чистое то есть обыденно есть не чистое грязное то что не должно соприкасаться с чистым и переход из одной категории в другую он предполагает ритуалы вот здесь они описаны господь сказал мысей вот закон о том что нужно делать при очищении человека переболевшего проказы пусть подведут его к священнику который должен выйти к нему из та но он же бродит там где-то снаружи потому что ему нельзя к людям освещение как нему приводит смотрите одновременно такой жест снисхождение не прокаженный идет к священнику вном зовите кстати позиции покажите священнику говорит иисус 10 прокаженным а священник выходят к нему да тоже важный момент вот насколько ценен человек даже прокаженный даже тот кто изгой если священник увидит что проказа у больного прошла пусть велит принести для того кто очищается двух чистых птиц кедровую щепку кусок багряной ткани и сопы с опыт такое растение зонтичным вот зонтичной кистью смотрите сам прокаженного ничего нет он там снаружи кое-как выживает поэтому приносят для него опять-таки жест солидарности пусть священник велит зарезать одной из птиц над глиняным сосудом наполненным проточной водой а затем взяв живую птицу вместе с кедровой щепкой багряной ткани и соком пусть обокнет их кровь птица которая была зарезана сосудом с проточной водой птицы я напомню обычно горлица или голубь это самое маленькое жертвоприношение и вот совершается жертвоприношение минимальное да потому что прокаженный человек лишенные всяких богатств вне стана этой крови священник должен семикратно окропить человека который очищается после проказа чтобы очистить его живую птицу священник должен выпустить на волю вот тоже такой жест отпускания человека пусть тот кто очищается постирает свою одежду полностью сбреет волосы омоется и будет чист а бритье волос знак траура но и гигиеническая такая мера да как от вшей бреют голову после этого он может войти в стану еще семь дней должен оставаться вне своего шатра да то есть такой промежуточной позиции уже среди людей но еще не дома на седьмой день он должен полностью сбрить волосы обрить голову сбрить бороду и брови тоже как такой знак очищения как бы младенческого такого пусть полностью сбреет волосы постирает свою одежду а моется и будет чист на восьмой день пусть он возьмет двух ягнят без и гиан без изъянов и годовал овсу без изъянов и три десятых и фы пшеничной муки которая смочена оливковым маслом а вот он уже член общества у него уже появились обратно его владения значит у него есть возможность значит три десятых и фы пшеничной муки которая смочена оливковым маслом для хлебного приношения и один лог оливкового масла ну то есть такое ощутимое жертвоприношение да два огненка овца мука масло пусть священник совершающий очищение поставит того кто очищается вместе с его приношением пред господом у входа в шатер встречи ну шатер встречи напомню книге вид это скиния пусть священник возьмет одного ягненка принесет его как возместительную жертву вместе с логом оливкового масла пусть он вознесет их пред господом возмещение ну то есть вот он получил чистоту и благодарит как бы отплачивая за это ягненка надо зарезать на святом месте там же где приносят очистительную жертву жертву всесожжение возместительная жертва какая очистительная принадлежит священнику это святыня святынь то есть мясо съедает он пусть священник возьмет кровь возместительной жертвы и помажет тому кто очищается мочку правого уха большой палец на правой руке большой палец на правой ноге напомню подобным образом помазывали арона его сыновей то есть орган восприятия слух рука действия нога передвижения да человек видит слышит думает чувствует человек действует человек двигается это все перед богом он как бы заново посвящается в израильтяне он был изгнан он был не израильтянин а теперь он получает это приятие в свой народ обратно пусть священник нальет принесенного масла себе в левую ладонь сложенную горстью и обмакнув палец правой руки в это масло налитая в грозь семикратно в горсть семикратно покрапит пред господом такой жест вот он делает чашу и крапила из своих рук вот есть конечно всякие богослужебные сосуды но главный сосуд человек здесь человека принимают да и поэтому все делается в человеческом теле а маслом оставшимся в горсти он должен помазать тому кто очищается мочку правого уха большой палец правой руки большой палец правой ноги поверх крови изместительной жертвы то есть смотрите ощущение крови и помазание маслом вот помазание как же с такой принятия в некий особый статус помазывали пророков царей да ну по-другому правда но здесь тоже помазывают в народ божий да масло оставшиеся в горсти еще что-то осталось надо же священник должен вылить на голову того кто очищается это вот уже помазание царей пророков израильтянин любой по идее уже в общем-то в некотором смысле царь и пророк да и принять его в этот народ это помазание он был отвергнут а теперь принят пусть священник принесет очистительную жертву так священник совершит над этим человеком обряд искупления очистив его от нечистоты но тоже наверное все понятно да на этом еще не конец он принят но нужно отблагодарить за выздоровление затем надо зарезать жертву всесожжение то есть у который сжигается целиком и пусть священник возложит всесожжение и хлебное приношение на жертвенник так священник совершит обряд искупления тот человек будет чист если человек беден не имеет средств пусть возьмет одного ягненка который должен быть вознесен качестве заместительной жертвы нужно обратить внимание это постоянная забота но вот у нас например там есть штрафы для всех одинаковые а есть миллионера есть пенсионерка да вот миллионеру этих штрафов хоть миллион пришли он заплатит да а пенсионерки даже один тяжело вот здесь нету такого стандарта да вот причем не нужно доказывать справки собирать просто вот сам человек понимает что он беден пусть возьмет одного ягненка который должен быть вознесен качестве заместительной жертвы значит там двух еще овца еще там хлеб еще масло ладно одного хотя бы чтобы совершить над этим человеком искупительный обряд и одну десятую пшеничной муки которая смочена оливковым маслом для хлебного приношения и лог оливкового масла а также двух горлиц и двух голубей то что ему посредством одну птицу для очистительной жертвы другую для всесожжения пусть на восьмой день своего очищения он придется всем этим к священнику и станет у входа в шатер встречи пред господом пусть священник возьмет ягненка для возместительной жертвы и лог оливкового масла и вознесет их пред господом затем надо зарезать ягненка как возместительную жертву и пусть священник возьмет его кровь и помажет тому кто очищается мочку правого уха большой палец правой руки большой палец правой ноги но дальше все повторяется да потому что это отдельная ситуация но схема та же по священник нальет оливкового масла себе в левую ладонь сложенную горстью и семикратно покрапит с пальца правой руки пред господом тем маслом который у него в горсти маслом из горсти священник должен помазать тому кто очищается мочку правого уха большой палец правой руки большой палец правой ноги поверх крови возместительной жертвы масло оставшееся в горсти священник должен вылить на голову того кто очищается так священник совершит над ним обряд искупления пред господом я не повторяю свой комментарий но абсолютно все то же самое верно и к этому пусть тот человек принесет жертву одной из птиц горлиц или голубей что ему посредственно да такое тоже очень заботливое примечание что но не нужно ничего сверх сил да вот главное чтобы человек жертвовал а что он сможет это уже его обстоятельства определяют то что он способен дать принесет ее как очистительную жертву а вторую птицу как всесожжение вместе с хлебным приношением так священник совершит над этим человеком искупительный обряд пред господом вот закон о том что нужно делать для очищения человека страдавшего проказа если он беден фух еще не все про проказу еще бывают проказа на неорганики у нас до сих пор только были живые существа и органические материалы но ведь бывает так что какая-то вот плесень или что-то она может и на ну на дерево на даже на камень может переходить да и это может быть тоже заразным господь сказал моисею арону когда вы придете в землю ханаанскую которую я даю вам владение я поражу проказы какой-нибудь дом в земле который вы будете владеть обратите внимание что даже проказы понимается как некое действие бога да то есть без его воли не происходит ничего то пусть хозяин дома придет к священнику и скажет похоже на моем доме появилась болезнь вы священник прежде чем прийти для осмотра прикажет вынести все для этого дома чтобы ничто в доме не стало нечистым после этого может прийти осмотреть дом то есть смотрите если дом будет объявлен нечистым нечистым будет объявлено все что внутри да поэтому тоже такая забота а как вот человек как жить будет объявили карантин никого не пускают а у них там вещи вынесет сначала вещи важнее человек не так если священник увидит что пятна на стенах зеленоватые или красноватые что в этих местах образовались углубления ну то есть выедают это очевидно все-таки дерево не камень пусть он выйдет на порог и велись чтобы 7 дней никто не входил в этот дом если придя на седьмой день священник увидит что пятна распространились по стенам пусть он прикажет выломать камни на которых пятна нет все-таки камни значит какая-то плесень и отнести их за пределы города в нечистое место внутри дома все следует выскоблить и отскобленную штукатурку надо высыпать за пределами города в нечистом месте ну вот собственно как с любой заразой до происходит пусть вместо вынутых камней вставит новый за на штукатуре дом они торопятся его стесни снести да вдруг удастся сохранить заботливо реставрирует дом есть уже после того как камни были выломаны а дом был выскоблен и от штукатурен заново пятна снова распространяться по дому если священник предел увидит что пятна распространились значит в этом доме вредоносная проказа и дом нечист дом это следует разрушить а камни бревна и штукатурку надо вынести за пределы города в нечистое место кто вошел такой дом в дни когда это запрещено тут нечист до вечера кто переночевал в этом доме должен постирать свою одежду кто поел там также должен постирать одежду а как же штрафы за нарушение режима нет только санитарные меры на этом нельзя зарабатывать это меры безопасности а не способ отобрать деньги у населения вот тоже важнейший принцип вы говорите все это устарело конечно устарело с точки зрения санитарии медицины там прочих разных современных наук и технологий все устарело с точки зрения человеческого отношения того что предписано мне кажется мы далеко не дотягиваем еще во многих отраслях нашей жизни а если священник придел увидит что после того как дома штукатурили заново пятна уже не появляется он должен объявить дом чистым болезнь прекратилась ну и конечно переход в категорию чистого обратно через ритуал здесь исключение нет переход через границу от нечистого к чистому и от чистого к святому всегда требует ритуала ритуал это жертва для очищения дома человек должен взять двух птиц кедровую щепку интересно что кедр как такое особо ценное и ароматное кстати дерево она понимается как важный элемент именно обрядов очищения больше нигде не употребляется кусок багряной ткани и соп а кусок багряной ткани но во первых она дорогая во вторых не знаю вот какой-то символ может быть отмытия от нечистоты какая-то вот кровавость в ней видно вот не знаю почему не могу объяснить и соп а и соп это я уже говорил растение зонтичным таким вот навершием и она использовалась как крапила как кисточка готовая такая кисточкой поэтому очень часто в очистительных обрядах используется пусть он человек зарежет одно из птиц над глиняным сосудом наполненным проточной водой кстати все то же самое и как с очищением человека то есть дома человек это ведь очень близкие вещи да человек живой дом нет но но человек живет в доме затем пусть возьмет кедровую щепку и суп кусок багряной ткани а также живую птицу окунет их кровь зарезанной птицы смешанную с проточной водой и семикратно покропит дом очистив дом кровью птица проточной водой живой птицы кедровой щепкой и сок багряной ткани он должен будет отпустить живую птицу за город на волю так он совершит на дом искупительный обряд и дом будет чист вот тоже интересно это отпускание птицы как обряд очищения составная часть этого обряда таков закон для всех случаев проказы для парши проказы на одежде и стенах для вздутия струбьев и белых пятен так выясняют когда что-либо не чисто а когда чисто таков закон о проказе а проказе есть вы думаете что дальше будет приятнее веселее в 15 главе вы заблуждаетесь но 15 глава в этой книге тоже есть и мы ее прочитаем